Двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Добрый день, дорогие друзья. Хотел сегодня показать и рассказать о такой проблеме на объекте. Это образование трещины под подоконником. Вот здесь практически под всеми окнами образовалась трещина. И видно, что по центру она больше, по бокам практически в нет. Ну понятно, на всех окнах по-разному. На некоторых меньше. Вот здесь самая большая трещина. Если даже сравнить с моим пальцем. То есть подоконник вниз не опускается. Вот я давлю. То есть эта вот трещина образовалась. Вот. По непонятным причинам. Сейчас попробуем сделать обзор детальный. Что повлияло на образование этой трещины. Вот. Ну во-первых, хочу показать, как сдеформировался подоконник. Для этого я беру провильца маленькая. Вот. И ставлю его вот таким образом. То есть видно, что окно по каким-то причинам туда уходит. Причем оно уходит только в центре. Хотя здесь тоже много. Вот. Но с этой стороны вроде не так сильно. Вот. То есть что стало причиной того, что оно так уходит. Вот. Еще хочу обратить внимание, что в этом месте здесь небольшая щель. Вот. А здесь прям впритык. То есть прям она в натяг аж прям сильно-сильно вдавлена. Вот. У меня предположение такое, что окно немного просело. Непонятно по каким причинам. То ли там распёрло его сильно. Вот. Это первое предположение. То есть почему это могло произойти. И таким образом получается давление идет на подоконник. Потому что подоконник заходит за окно. То есть продавливается. И немного поднимает сам подоконник. То есть немного поднимает сам подоконник. И получается вот такая дуга. Потому что там периметр держится. За счет штукатурки. Вот. Получается там давление. Здесь немного поднимается. Вот. Судя по тому, как изогнут подоконник. Еще раз покажу. Вот. Он был ровный. То есть это получилось вот уже спустя. Ну может быть. Спустя может быть год. А может чуть меньше. Вот. Что с ним произошло. Вот. У меня предположение действительно только остается. Это окно. Окно надавило. Судя по щели. Вот здесь видно, что прям вплотную. По периметру небольшая щель. Возможно вот этот вот профиль прям резко давит в центр. Идет распор. Поднимается чуть-чуть подоконник. То есть это первая причина. Вторая причина. Почему образовалась трещина. Вот. Это возможно из-за того, что вот этот шов был заделан гипсовой штукатуркой. Вот. Которая имеет свойство разбухать. То есть когда она влажная, она намного шире. Вот. Когда просыхает, она сильно усыхает. И может образоваться такая трещина. Вот. Но еще интересен такой момент, что даже если она полностью высохнет, потом будет влажность в помещении, гипс имеет свойство разбухать. То есть он увеличивается в размере. Таким образом, немного давит, может быть, даже на подоконник. Из-за того, что ему некуда деваться, приподнимает его. Потом, когда происходит сушка помещения, то есть когда высыхает оно, когда полностью влажность уходит со всего помещения, гипс опять возвращается в свою форму. Вот. И таким образом, получается, он усыхает. И вот эта трещина остается. Вот. Вот это вторая причина, почему, я думаю, могла образоваться. Что в таком случае можно было сделать? В таком случае можно было заделать... Во-первых, не допускать, чтобы была повышенная влажность в помещении. Это первое. Второе. Заделывать под подоконником пространство цементными штукатурками. Вот. Я считаю, вот две причины. Но все-таки я склоняюсь к причине такой, что было произведено давление на подоконник. То есть первая причина. Потому что, мало того, сдеформировался очень сильно сам подоконник. Вот. К тому же неравномерно было. То есть, видно, как в центре резкое приподнятие происходит. То есть, деформация самого подоконника очень сильная. Вот. Поэтому я считаю, здесь как бы механическое воздействие будет. Что в этом случае остается сделать? Это заново заштукатурить идущие. Вот. Так что, если у вас такие будут случаи на работе, вот, знаете, что, во-первых, гипс имеет свойство рассыхаться. Вот. И такая проблема бывает во влажных помещениях. То есть, когда вы штукатурите и сразу, ну, то есть, температура нормальная в помещении, то обычно таких проблем не бывает. То есть, чаще всего это случается, когда спустя длительное время дают, то есть, начинают топить. Начинают топить, протапливать. Вот. И все вот такие щели, они сразу появляются. Вот. Это уже проверено. Даже несмотря на давление. То есть, на самом деле, то есть, по всем периметрам. Вот. Там, где соприкасается штукатурка с пластиком, также это касается пластиковых окон. Часто образовываются трещины, пока здесь у нас их нет. Но со временем может, могут образоваться. Так что, такой вот у нас небольшой казус. Причем у нас на всех подоконниках. Сейчас пробегусь и покажу. Так, нет. Здесь нет. Здесь маленькая. Вот здесь вот стандартная трещина. Хотя, видите, причина, я сказал, что в штукатурке. Вот. Но здесь видно, что штукатурка ни при чем. То есть, трещина такая ровненькая. Вот. Я бы сказал даже ни о чем. Это практически не трещина. Вот. Значит, причина еще может быть одна. Я о ней не сказал. У нас, может быть, дом просел. Потому что, я в одном из видео показывал, у нас вот за тем забором, где-то 6 метров идет перепад. 6 метров идет перепад. Уходит. То есть, там дом, там практически крыша его только видно. То есть, резкий, резкий перепад. Вот. И заказчик говорил, что дом уже начал трескаться. Начал немного сползать. Вот. И как раз получается, вот, трещина где-то здесь вот нам, наверное, и идет. Да, где-то здесь, наверное, трещина и идет. Потому что самые уязвимые части, это как раз под окнами. Потому что у нас в один этаж идет, все, дальше там крыша. То есть, где ему ломаться. Естественно, он по монолиту не будет лопаться. Будет ломаться под подоконником и сверху. Вот. Так как я все заштукатурил, это не видно. Но если по фасаду посмотреть, я в прошлом видео показывал. То есть, по фасаду видно, что от подоконника идут небольшие трещины. Вот. Могло ли это повлиять на то, что просел дом и что так подоконник подзадрался? Я думаю, да. Давайте посмотрим противоположное окно на кухне. Здесь. То есть, теоретически, похожая должна быть картина. Примерно. Да, вот тоже видно. Образовалась трещина. Причем такая нехилая трещина, что она даже выкрашила шпаклевку. То есть, происходит движение. Происходит движение. Дом потихонечку проседает. Как раз. Вот еще одна причина. Еще одна причина, почему могло окно просесть. Почему подоконник мог так и загнуться. Это из-за того, что проседает дом. У нас как раз трещины вот идут подоконниками. Как можете вы узнать об этом? Вы можете, во-первых, перед штукатуркой внимательно просмотреть, есть ли трещины на кирпиче или накладке. То есть, на поверхности трещина должна проступать. Лучше сфотографируйте эти места, потому что это будет лишним доказательством, если потом вы заделаете когда трещину, если какие-то будут вот такие щели. Лишним доказательством того, что по этим трещинам все-таки происходит какое-то просаживание стен. То есть, стены ломаются, стены проседают. И из-за этого получается такой изгиб. То есть, на самом деле, прям очень сильно прогнулся подоконник. Вот. Ну, еще можно посмотреть последний подоконник. Вот идет. То есть, вот за тем забором идет резкий перепад. Да, вот как раз о чем я говорил. Здесь, в принципе, так, в норме. Потому что эта стена, она как бы, если проседает, то она вся сплошняком проседает. То есть, на этот подоконник она никак сильно не влияет. Вот. Но все-таки причины те остаются, какие я перечислил. Вот. Желательно заделывать цементными штукатурками. Вот. И чтобы не было большой влажности. Потому что, когда просыхает, будьте готовы. Вот как вот в том случае я показал, такая маленькая трещина по-любому появится. То есть, этого не избежать. Это нормальный процесс относительно того, что гипс высыхает и дает усадку. Вот. Будьте готовы проходить в таких местах герметиком. Вот. Или повторно, может быть, даже заделать. Если выкоршется эта трещина, может придется дополнительно заделывать. Вот. А у меня, в принципе, такая проблема. Думаю, она нерешаема. Вот. Потому что покат тот усиливать, я думаю, заказчик вряд ли будет. Вот. Как говорится, просел и просел. Вот. Ну, не знаю. Посмотрим. Посмотрим. В принципе, все, что хотел показать. Да, дорогие друзья. Как раз о чем я и говорил. То есть, почему вот эта трещина получилась. Вот я начал грунтовать. И через шпаклевку начала проявляться трещина. Обратите внимание. Она как бы не проступила через шпаклевку. Но я увлажнил это место. И вот эта трещина появилась. То есть, ее так видно не было. А давайте теперь посмотрим еще там, где очень сильно, очень сильно лопнуло по периметру. Вот. В этом месте так и не сильно, но все равно раскрошилось. Вот. То есть, вот это вот как раз причина образования трещины. Давайте там сейчас посмотрим. То есть, теоретически, я вот сейчас здесь начну грунтовать. И где-то здесь должна появиться через шпаклевку трещина. Кстати, хорошая такая возможность. Вот это намочить шпаклевку и посмотреть. Сразу все станет на свои места. Ну вот о чем я и говорил. Вот сейчас немного постояло. И вот они вам трещины на лицо. Давайте немного изучим их. То есть, вот она первая трещина идет. Такая существенная. Вот она. Потом идет вот еще одна трещина вниз. Вот она. Потом вот они пошли вверх сюда. Вот она вверх пошла. И еще в одном месте она вверх ушла. То есть, это место, прям практически весь центр раскрашилось. Получается, несколько трещин, которые идут прямо вниз. И еще по центру вот такая вот она пошла, 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 пошла. И здесь потерялась. То есть, видать, еще не до конца раскрашилось. Значит, таким образом получается, вот этот участок как-то изломался. Изломался весь. И вот эта трещина. Вот причина. Вот эта причина. Это вот видно. То есть, ее не было, эта трещина, когда я штукатурил, шпаклевал. Ее не было. То есть, она появилась вот уже спустя год. Так что, всему есть свое объяснение. В данном случае вот. Все вроде бы казалось. Никаких трещин, ничего. Начали огрантовать, все проявилось. Это она, трещина какая. И уходит вниз. Вот по фасаду, по кирпичам, трещина эта тоже есть. Я уже показывал. Прямо по кладке идет. Так что. Так что, если вот такие вот трещины появляются под подоконником, основная причина все-таки не в том, что это гипсовая шпаклевка, а в том, что дом проседает. Потому что самые уязвимые места, это по окнам. Если какие-то трещины происходят в усадке, то первонаперво это под окнами. Под окнами и над окнами. Вот она причина.